Тарифные разбирательства врасплох застали тех, кто никогда до этого и ничем не возмущался. Люди думали, что живут, пусть и не в самых комфортных условиях, зато в тепле и недорого. Однако сегодня жители четырех подведомственных горно-химическому комбинату общежитий получили счет квитанции и, мягко скажем, удивились. Тариф на жилищные услуги вырос в три раза. Ситуацию разбиралась Юлия Третьякова. Татьяна Сунцова с маленькой дочкой на руках и в суете домашних дел приглашает нас в свою маленькую комнату. Вот они, ее 18 квадратных метров, плата за которые, как узнала Татьяна, из новой счет квитанции выросла в несколько раз. Ну, получается, мы платим за ремонт общежития, больше стали платить. Те суммы, которые за отопление, они не поменялись, а вот что, только ремонт. А где ремонт, здесь содержание ремонта-то и нет в общежитии. То есть увеличилась оплата там практически в три раза за именно жилищную услугу? Да, да, да. Какие цифры? Вот по своей комнате можете сказать? Ну, у меня на три с половиной тысячи больше стало. У меня вот двое детей, муж у меня один кормилица получается, я сижу дома. И мы, считай, под зарплату будем отдавать только за жилье, которое не стоит этого. В общежитии Татьяна, как и ее соседки, живет не из прихоти, конечно. Просто пока у нее нет возможности снимать квартиру и уж тем более купить. Осталась небольшая надежда на общегородскую очередь, на жилье. Но в администрации Татьяне Сунцовой, например, ясно дали понять, что шансы у нее минимальные. А в общежитии, к которому все привыкли, говорят женщины, никаких позитивных перемен. Юлия Старченко здесь, можно сказать, выросла. Провела в общежитии 12 лет. Ничего нет. Оплата так вообще. Платили раньше 1600, а сейчас квитанция на 6700. У вас трое? Пять лет там подписано. Я, мама, папа, брат и вот ребенок. За него я мочу 2000. За что? В общаге. Он здесь ничего не делает-то. Его один раз в день искупаешь и все. Хозяйских заметок, конечно, у местных жителей много. А вот потолок течет и не знает, что такое ремонт и штукатурка. Вот антисанитарный душ с дверью в никуда. И на общей кухне тоже порядка нет. Как они сейчас объясняют. Допустим, которые будут платить, они будут ее волтерам платить за платку с этой платой. И няне, которые могут. А где они могут? Мы лучше сами соберемся, будем по очереди. Мы лучше убирать, и лучше будет намного. Когда они могут, они невероятно просто, как они могут. Мало в этом уверены, что что-то поменяется. Потому что, если раньше они брали полторы с нас за ремонт, как бы, так же ничего не менялось. У нас же жильцов много. Даже считайте, по полторы тысячи, если посчитать, все равно выходит большая сумма. Можно какую-то частичную сделать. Сначала одну, потом, допустим, другую с каждого раза в месяц. Но ничего так и не менялось же, в принципе. А руководству Преха или коменданту задавали вопрос, почему такие высокие цифры в новых счетах питания? Даже у нас, которая комендант, она ни о чем, скажем так. Не хозяйка она. Она не ходит, не просит. Другой бы человек ходил, допустим, для своего, да, общежития, как бы ты хозяйка здесь считаешься. Она не хочет ничего. Она на любой вопрос отвечает. Идите выше, пишите заявление. Идите, жалуйтесь, все. Пока даже не знаю, где выход искать. Кому обращаться? Кому обращаться, это тоже надо. Настроения жильцов общежития по-человечески вполне понятны, объясняет нам директор ООО «Прех» Игорь Бунчук. Его предприятие с нового года является управляющей компанией для общежития на Советской 23 и еще трех ведомственных общежитий горнохимического комбината. Славам Игоря Николаевича все объяснимо и поддается расчетам в данном случае. Это фактически где-то полтора миллиона в месяц убытков внес горнохимический комбинат. И стоимость тарифа не поднимал, но только, наверное, за счет того, что не хотел какой-то социальной напряженности. Есть федеральные законы, нужно освобождаться от своей непрофильной деятельности. И эту непрофильную деятельность вывели на аутсорсинг, грубо говоря. То есть выставили на торги, выиграл ООО «Прех». И сейчас ни одно предприятие не может же работать себе в убыток. Конечно. Ну почему я должен нести полтора миллиона убытков за счет своих работников? Мы выставили точно ту же цену, какая была и изначально по штатному расписанию. Эти люди, они работают, они получают заработную плату. Единственное, что я могу сказать, что, понятно, рыночная экономика, она диктует свои истории. Нужно снижать затраты. В этом же направлении двигается и ООО «Прех». Но я уже дал команду заведующим рассмотреть возможность работать не 31 человеком, а 24,5. Оказывать те же услуги, такого же качества, чтобы не иметь замечаний от госпошнадзора, от СССР, ну вообще от жильцов. Те, кто жалуются на высокий тариф за жилищные услуги в новых счетквитанциях, в общежитиях считаются арендаторами. Если бы они были работниками ГХК, то получали бы компенсацию. Но еще раз подчеркнем, руководство «Преха» сегодня берет тайм-аут в переговорах и обсуждениях и пытаются искать пути оптимизации тарифа, учитывая интересы всех сторон. Юлия Третьякова, Сергей Чурин, Информэкспресс. И в продолжении темы, руководство ГХК, конечно же, в курсе происходящее.